Добрый день, глубоко уважаемый президент, глубоко уважаемые коллеги. Посмотрите предоставить вашему вниманию презентацию на тему инвазивной диагностики немалкоклеточного рака лёгкого. Но вся эндоскопическая диагностика рака лёгкого, она инвазивна, априори. Я не буду подробно останавливаться на эпидемиологии этого заболевания, вы и так её лучше меня знаете. Что касается методов получения клеточного материала при эндоскопической диагностике, это может быть щепицевая биопсия, браж биопсия, лаваш, криобиопсия, через бронхиальная биопсия, через бронхиальные пункции и пункции при эндоузи контролем, будь то транспронхиальный ЭБУС или транспищеводный ЭОС-исследование. Я немного остановлюсь на каждом из методов для того, чтобы потом, может быть, выбрать какой-то алгоритм, который наиболее подходит для диагностики рака лёгкого. Щепцевая биопсия и преимущество её, то, что мы можем прицельно взять материал из центральных образований, эффективность от 74 до 90% при минимуме 5 биоптатах, возможность получения материала, достаточного для гистологического исследования. Ну, как вы видите, вот он размах биопсийных щепцов. Достаточно для того, чтобы верифицировать центральный процесс. Риски этого метода – это высокие риски кровотечения, потому что в данном случае это не рак лёгкого, не мелкоклеточный рак лёгкого, это метастаз светлоклеточного рака почки, но, тем не менее, когда мы сталкиваемся с экзофитным образованием, мы же не можем сказать, что это. Не самое приятное бывает иногда кровотечение, но, тем не менее, вполне эндоскопически они потом разрешаются. Что касается браж биопсии, преимущественно её – это низкая травматичность, высокая диагностическая ценность и возможность забора материала из дистальных отделов бронхов. Недостатки – только то, что мы можем получить, только цитологические материалы, иногда этого недостаточно для верификации опухоли. Бронхиальный лаваж. Преимущество этого метода – крайне низкая травматичность, возможность получения материала из дистальных отделов. Недостатками является то, что диагностическая ценность его крайне низкая, Получаем мы только цитологический материал. Это крайне трудоемкий процесс. Это не просто смыв, это большой по времени длительная процедура. Соответственно, низкая переносимость процедуры пациентами. Что касается криобиопсии, это такой модный сейчас метод забора материала. Преимущественно является то, что гистологический материал, как вы видите, довольно крупный. Морфологам всегда это, конечно, очень нравится. Возможность одномоментной реканализации опухолевой структуры и отправление ее на верификацию. Все это так вот убить двух зайцев сразу. Возможность выполнения биопсии из дистальных отделов под рентген-контролем. Недостатками является высокая травматичность, риски кровотечения, пневмоторокса. И для этого исследования необходима госпитализация, что на этапе стадирования опухоли не всегда хорошо и не всегда удобно для врачей. Что касается через бронхиальной биопсии. Преимуществами этого метода является возможность специального получения материала из дистальных отделов при рентген-контроле. Возможность получения материала, достаточного для гистологического исследования. Недостатками является диагностическая ценность, крайне низкая, риск кровотечения, пневмоторокс, необходимость рентген-операционной и необходимость госпитализации. Что касается трансбронхиальной пункции. Эффективность этого метода крайне высокая. Применяется при перебронхиальном росте увеличенных паратрахиальных и пробронхиальных лимфатических узлах. Когда лимфатические узлы увеличены и сдавливают стенку трахеи, бронхо или корины, в зависимости от того, какие узлы поражены, не требуют рентген-контроля. Низкая травматичность применения при стадировании опухоли. Недостатки. Работаешь слепую, я еще раз повторяю, что не всегда стойка рентген нужна, забор только цитологического материала и минимальная эффективность при малых изменениях. То есть, если это мелкие узлы, мы их, естественно, не можем пунктировать. Что касается ЭОС и ЭБУС-контроля. Преимущество этого метода – это эффективность, достигающая 100%, применимая при перебронхиальном росте увеличенных паратрахиальных и пробронхиальных. Лимфатических узлах, низкая травматичность и визуальный контроль. Недостатками являются только цитологические материалы, за исключением фенестрированных игл, которые могут позволить себе забирать и гистологический материал тоже. Эффективна эта методика при стадировании опухоли и при наличии обеих методик, я имею в виду и ЭБУСа трансбронхиального и транспищеводного, практически все группы внутригрудных лимфоузлов мы можем отстадировать. То, что не всегда удается стадировать, через пищеводно мы можем забрать трахеально, то, что мы сложно можем забрать трахеально, мы можем убрать через пищевод. Это наш опыт, это лимфатический узел, принимая к оклеточному раку легкого. Видите, очень визуально контролируешь, куда ты попадаешь, как ты забираешь материал. Крайне удобные и крайне минимально инвазивные процедуры. Если учесть, что все стадирования рака легкого, как правило, проходят амбулаторно, для нас это наименее травматичная манипуляция. Соответственно, очень мы ее любим. Но, кроме того, методы повышения точности забора материала. Это для центральных образований эндоскопии высокого разрешения, эндоскопии в узком спектре света и флоресцентная хромоскопия. Надо не забывать об этом. Для повышения точности забора материала для пилиферических и перебронхиальных образований можно использовать мини-УЗИ зонды. Это гораздо дешевле, чем покупать всю стойку, например, для ЭБУС-контроля. И расходка идет только на зонды. Очень удобная манипуляция. Ну, так, чтобы выбирать, как же нужно все-таки верифицировать немококлеточный рак легкого, нужно оценивать риски осложнений и ценность забора материала и сходиться, наверное, на компромиссных методиках. Ну, вот если спросить меня, как эндоскописта, мне в этой ситуации больше всего нравятся пункции преобус-контроля, если это не центральное образование, ну, и, соответственно, биопсия и цитология при центральных образованиях. В заключении хочу сказать, что адекватный подход к выбору методики полученного клеточного материала должен быть, адекватный подход к оценке количества материала, приоритет безопасности пациента и командная работа эндоскопитостов, патоморфолога и цитолога. Благодарю за внимание. Спасибо большое, Марина Валерьевна. Коллеги, вопросы? Практические, теоретические. Чаще всего вы какой метод используете? При центральных и при периферических? Спасибо. В рактивной практике мы используем, естественно, ну, мы бронхоскопически заходим, забираем биопсийный материал из центральных образований, стараемся комбинировать и биопсии, и браж-биопсии для того, чтобы у нас был и тот, и тот материал, потому что это повышает диагностическую ценность нашего материала, поэтому так. Так, я еще раз остановилась на том, что мы, как эндоскописты, говоря о периферических образованиях, предпочитаем ЭЛУС, несмотря на то, что у нас проблема в заборе биопсийного материала. Но, как правило, для стадировки рака легкого мелкоклеточной и немелкоклеточной этого достаточно для того, чтобы понимать тактику дальнейшего лечения. Чем нам нравится это? Тем, что это минимально инвазивно, и ты контролируешь то, что ты делаешь. Единственный минус всего этого, нужно не забывать, что мы говорим о клинической картине о пациентах, это все происходит на амбулаторном этапе, амбулаторный этап, как правило, не оплачивается с фонда ОМС. То есть, все это делается платно, и это не дешевое, скажем так, удовольствие, потому что нужно не забывать, что вся расходка – это игла и амортизация оборудования, не говоришься о работе специалиста. Только игла стоит 24 тысячи сейчас, самое вот оптимальное, нужно понимать, что это все делается периодически из кармана пациента, соответственно, тут мы выбираем диагностическую ценность получения материала и то, что пациент может себе позволить, и как тактически из этого выходить. Конечно, биопсия и цитология в этой ситуации взять при бронхоскопии, она для пациента, скажем так, то, что могут позволить себе все. Марина Валерьевна, я вас перебью, прошу прощения. Мы все-таки говорим о диагностической ценности метода, и я вот как химиотерапевт хотела бы знать, все-таки инвазивная диагностика рака легкого для нас крайне важна. Вот все-таки конкретный пациент, есть ли вот с вашей точки зрения ограничения в отношении общего состояния пациента с сопутствующей патологией? То есть какого бы пациента, вот глядя на которого пациента, или сознакомившись с медицинской документацией, вы бы могли сказать, что это является критерием исключения? Ну, у нас есть международная шкала ЭКОГ, да, мы все прекрасно понимаем, что по ней первые, там, 0, 1, 2 мы можем совершенно спокойно себе позволить взять. Потом нужно не забывать, что, слава богу, мы работаем в большом центре, и мы можем себе позволить контроль сатурации кислорода, помощь анестезиолога, кислород в бронхоскопическом кабинете. Какая сатурация кислорода допустима? Вот мы говорим, давайте о рутинной практике, какая сатурация кислорода, какая вот сопутствующая патология, но эта методика неприменима. Она вот, буквально, вы можете любого пациента при соответствующей применимации, это методика применима. При соответствующей применимации практически любого пациента, кроме терминального, сделать диагностическую бронхоскопию, это не проблема. При том, что мы имеем сейчас в арсенале. Спасибо большое. Так, у нас еще вопросы. Не появились вопросы? Спасибо большое, Марина, очень интересный доктор. Да, подождите, еще не уходите, еще вопрос. Да, у нас очень активный Краснодар. Ой, Минск, извините, словно вы там рядышком сидите. Павел Короткевич, Минск. Мне вот просто технически интересно, вот к вам записывают пациента на бронхоскопию. Все-таки цель бронхоскопии, ну, при центральном раке, понятной верификации, оценить распространение на главные бронхи и трахи и опухоли, но основная цель – это все-таки верификация. И вот в плане применения ЭБУСа, ЭОСа, вам клиницисты изначально записывают пациента на данную методику или к вам приходят пациенты, вы сами решаете, что с ним делать, как делать, как этот процесс у вас работает? Спасибо большое за вопрос, но я могу сказать, что у нас, так знаете, в простонародье классный комплаенс между нашими онкологами и нами, как диагностическим отделением, таким, скажем так, вспомогательным все-таки. Если к нам приходит пациент на биопсию, мы видим, что мы не достаем это, ну, это не центральное образование, мы не достаем это просто щипцами, мы упираемся, берем цитологический материал, то есть хотя бы в проекцию цитологической щеткой, хотя бы как-то, и берем лаваш при этом. Если мы понимаем, что цитология готовится там один-два дня, если мы понимаем, что за один-два дня у нас процесс неверифицирован, мы созваниваемся и говорим, слушайте, ребят, пациент может себе позволить, мы можем себе позволить, давайте мы его заберем на пункцию под ЭОС контролем, мы, к сожалению, не имеем в нашем институте ЭБУСа, вот, давайте возьмем, попробуем через пищевод взять. Ну, то есть как бы это не проблема для нас, мы просто созваниваемся и общаемся и понимаем, можем мы себе это позволить, и пациент может себе это позволить или нет, потому что, я еще раз говорю, это госпитализация, если бесплатная, и платная, если это амбулатория, то есть тут тоже такой тонкий момент. Спасибо, просто бывают ситуации клинические, особенно, ну, не особенно, например, периферический рак легкого и по данным компьютерной томографии увеличены лимфатические узлы в средостении, тоже паратрахеальная зона либо бифуркация, то есть речь идет о неодевантной химиотерапии при немелкоклеточном раке легкого, и, в общем-то, нам это надо доказать, и желательно доказать, это малоинвазивная методика, и есть ли смысл дважды выполнять пациенту бронхоскопию, спиначная бронхоскопия заведомо, скорее всего, будет малоинформативна. Ну, скажем так, бронхоскопию назначает ему онколог, он уже к нам приходит, и уже с тем, что он к нам пришел, с чем он к нам пришел, мы уже от этого, грубо говоря, отходим и от этого танцуем, потому что мы в любом случае делаем бронхоскопию, смотрим, может быть, там есть какая-то инвазия, и можно забрать материал все-таки минимально инвазивный и здесь, и сейчас. Если мы понимаем, что мы это сделать не можем, мы созваниваемся и говорим, ребят, вам надо? Надо, все, окей. Все, спасибо. Да. Как вы относитесь к бронхиальной биопсии? Я так понял, из слайда не очень любите, да, выполнять через бронхиальную биопсию? Не очень люблю через бронхиальную биопсию, инвазивно, много осложнений, низкая диагностическая ценность, и так, знаете, это все в амбулаторном порядке некомфортно, крайне некомфортно. Вы ее делаете обычно амбулаторно, да, то есть если осложнения возникли, тогда уже пациенты экстренно госпитализируются? Конечно, конечно, да, поэтому мы не очень любим, что касается ЧББ, да, рутинок, которые вы все применяете, наверняка знаете, тут тоже такая ситуация, манипуляция-то несложно, это понятно, что ткнул-пошел, тут нет такого чего-то экстраординарного, но тут должна быть, у тебя должна быть стойка, у тебя должна быть там цедуга или рентген-стойка, которая у тебя в доступности, это не всегда очень быстро. Кроме того, для того, чтобы выполнять это все так, как нужно выполнять, чтобы было меньше осложнений, чтобы было это минимально все инвазивно, нужно, чтобы у тебя была 3D, КТ, визуализация бронхов, эти программы тоже не у всех есть, то есть тут очень много нюансов. Почему я говорю, что почему мы любим ЭОС, потому что мы только от себя здесь зависим, когда дело касается, например, ЧББ, мы зависим не только от себя, вот Казань сейчас здесь представлена, у них есть доктор замечательный, который пришел из рентгенологии и делает ЧББ у всех, там, я не знаю, по 150 ЧББ в день и получает материал, и все круто, и все на него молятся, но у него вот этот комплайнс рентгенолога-эндоскописта, он в нем одном, не всегда так бывает на месте в регионах, поэтому тут все так очень индивидуально, скажем так. Тогда, поскольку у нас еще осталось время, я уже буду, попрошу прокомментировать все выше, вы пока не уходите тоже, все вышеуслышанное, Антон Андреевич Яценко, это у нас Благовещенск, в зале? Так, пока, пока нет, хорошо, тогда, значит, тогда у нас, вот кто у нас не принимал участия в дискуссии, Дина Евгеньевна Мартынова, Нижегородский областной клинический онкологический диспансер. Будьте добры, да, вам микрофон сейчас дадут. Я бы, наверное, комментировать не буду, я бы хотела у вас спросить ваши рекомендации относительно случая, в котором биопсия, эндоскопическая прибронхоскопия у пациентов неэффективна, как часто повторно можно брать щипцевую биопсию у пациентов с образованием центральных бронхов, и если это неэффективно, какую тактику вы дальше могли бы предложить. Например, пациент у нас был, у него образование верхнедалевого бронха, левого, по данным КТ, лимфоденопатии, узлов средостения. Эндоскопическая биопсия была неэффективна, что дальше можно делать? Ну, я могу сказать, меня как эндоскопист очень ранит, когда я беру прицельную биопсию, и материал приходит не тот, который я ожидаю, у меня так очень глаз начинает дергаться, поэтому я беру... Да, да, да. Вот, поэтому мы стараемся, ну, первый раз не пришло, значит, берем второй раз. Проблем нет, если мы понимаем, что этого материала либо мы попадаем не туда, то есть нужно понимать, что ты не попадаешь в опухлевую ткань, либо берешь малого материала. Ну, во-первых, у нас есть бронхоскопы с разными каналами, соответственно, разный размах щипцов, соответственно, разное количество, ну, по площади забор материала – это первое. Второе, если ты понимаешь, что это клинические злокачественные образования, а ты получаешь только гиперплазию, значит, ты кладешь его и берешь на, я не знаю, при центральных образованиях ту же петлевую биопсию. Это тоже никто не отменял, скажем так. Поэтому ответ на этот вопрос, наверное, самый логичный до последнего. У меня как эндоскописта, когда это замучает онколога, я не знаю, а меня это не мучает совершенно. Спасибо большое. Хорошо, тогда вот у нас еще в нашем… Еще вопрос. Да, вопрос, пожалуйста. Просто раз время есть, вот мне вопрос эндоскописту, интересно задать по поводу стентирования. Пользуетесь ли вы стентированием? Использовали ли вы попытки стентирования при формировании бронхоплевральных фистул послеоперационных? Насколько это было эффективно, если пользовались? Что касается центральных образований по поводу стентирования, конечно, стентируем все, что клиническая дыхательная недостаточность, неоперабельные пациенты, которые на химиотерапию не идут или не идут, потому что они дыхательной недостаточности, конечно, стентируем. Вопросов никаких нет, это не проблема. Мы используем нечиновые стенты, больше всего пластиковые. Так у нас не очень пока прижились, потому что все-таки пластиковые стенты, ну, скажем так, это более трудоемко в каком смысле? Это ригидная бронхоскопия, то есть это все, это операционная завязка на госпитализацию, то есть это все так, ну, долго довольно-таки. Так пациент приходит амбулаторно, мы стентируем, мы отпускаем, если, например, это какая-то быстро. То есть пациент амбулаторно ставится? И амбулаторно, и стационарно. Если пациент, например, ну, там в какие-то сроки не может ждать госпитализацию, ему легче поставить амбулаторно и поехать домой, чтобы, ну, грубо говоря, быстрее это все произошло для него. Разные же бывают пациенты, по-разному они относятся к этому, Поэтому совершенно спокойно экстентируем их амбулаторно, это не проблема. А вот есть ли опыт при формировании несостоятельности культибрунта после операции, особенно после пневмоноктомии, использования стентов? Ну, после пневмоноктомии использование стентов, это, наверное, не совсем то, что нужно, потому что тут же нужно понимать, что стенту где-то задержаться надо, да, а все стенты, которые должны закрывать несостоятельность, это все покрытые стенты, а они ни на чем не держатся. То есть, как бы, если ты чисто теоретически, я могу для себя представить эту ситуацию, чисто практически таких ситуаций у нас не было, потому что брать частично покрытые стенты, ну, во-первых, бронхиальных стентов частично покрытых, их нет вообще априори, они либо покрытые, либо не покрытые, да. То есть, даже если подумать о том, чтобы снять с него покрытие, это, ну, как бы, несложно, да, это все делается очень легко. Нужно понимать, что потом мы пациенту закрываем, ну, фистула закрывается, надо не забывать о том, что там грануляционная ткань, а потом это грануляционные стенозы в очень большом количестве случаев. Вот даже брать, ну, я говорю, что у нас своего такого опыта нет, но если брать наш опыт по пищеводам, по желудкам, ну, например, по кишкам, да, то это все грануляционные стенозы. Грануляционные стенозы – это потом проблема для этого пациента. То есть, ты рак вылечил, дыхательную недостаточность в этом смысле снял, а потом, здравствуй, снова грануляционный стеноз, и опять ты думаешь, как его затентировать, или выжечь аргоном, или щипцами, или петлей. То есть, это такие вещи крайне дискутабельные. Вот сейчас мы, ну, так немножечко отвлекаясь, если я могу немного подискутировать. В желудочно-кишечном тракте очень часто используем ВАК-систему, да, вот мне как-то очень интересно попробовать развить это в таких больших несостоятельностях, которые бывают после, например, пневмоноктомии, когда у вас адекватно не дренируется полость. Это зачастую очень большая проблема, потому что, например, пневмоноктомия, фистулы, и ладно, хорошо она дренируется, ну, по дренажам наружу, но там часто затекает это всё в соседний бронг, начинается пневмония соседнего лёгкого, ну, так всё, проблема. Вот мне интересно было бы, кейс-репортов таких нет, но вот сами, наверное, было бы интересно попробовать ВАК-систему в этой ситуации. Они используются. Нет, я понимаю, но я говорю, что у нас своего опыта такого нет, поэтому я не могу сказать. Ну, вот, сейчас переходим мы к этому. Спасибо. Данилов, Виталий. Ну, раз уж коснулись пищевода, у нас есть небольшой опыт именно использования внутрипросветной ВАК-терапии при каких-то проблемах с пищеводом, да, это либо свищи, либо это соусти, либо это даже бурхаве, то есть первично используется. Вот, и показатель достаточно хороший. Я сейчас не могу назвать конкретные цифры, но я знаю, что пациенты выздоравливают. Нет, ну, у нас… И действительно для них это хорошо и проще, и это небольшие операции и так далее и тому подобное. Я еще раз говорю, что у нас по желудочно-кишечному тракту обширный такой опыт, я подчеркиваю это, а вот по бронхам нет, поэтому я говорю, что интересно. Вот мне, как специалисту, было бы интересно это попробовать, если, не дай бог, у нас подвернется такая возможность. Да, вопрос такой. Хорошо, вот к вам пришел пациент, к вам вопрос сначала, можно, да? К вам пришел пациент, вы видите периферическое новообразование, там, ну, к примеру, допустим, среднюю долю правого легкого, при этом вы видите лимфоденопатия, но при этом доктор, который к вам направил, у нас это чаще хирург таракальный в поликлинике, здесь, допустим, онколог, но при этом вы видите лимфоденопатию и, допустим, лимфоузлы такие, биферкационные 12 мм, ну, к примеру, я говорю, да, паратрахиальные 15 мм, но при этом онколог просит только выполнить биопсию. Вы понимаете, что вы туда не доберетесь, но при этом видите вот такой размер лимфоузлы. Будете ли вы рекомендовать или, ну, гипотетически, да, брать биопсию из этих лимфоузлов, вот при таких размерах? Спасибо большое за вопрос. Я могу сказать, что, я еще раз говорю, у нас контакт с хирургами, с нашими, с онкологами поликлиническими налажены, поэтому зачастую я звоню и говорю, ребят, мне, ну, правда, нет, неоткуда, я просто сейчас возьму вслепую браш, потрачу деньги человека, зачем, я не очень понимаю, давайте попробуем там под элсом или еще что-то. И тут ответ, да, да, нет, нет. Хорошо. Под элсом почему нет, любой узел, я, ну, в принципе, я могу визуализировать любой узел. Ну, то есть ограничений по размерам лимфоузлов у вас… Нет, ну, если это 5-миллиметровый узел, наверное, я, может быть, в него его увижу и даже попаду в него, но у меня тракции, вот это не будет нормальной для набора материала, то есть это, ну, как бы, это процедура ради процедуры. Если это полутора сантиметровые узлы, вот то, что у вас было на экране первой презентации нашей пункции, там 2 сантиметра узела, не намного больше, и вы видите, как удобно. То есть все-таки ограничения какие-то, вот, они присутствуют? Конечно. Ну, ты же адекватно должен оценивать о том, что нужно тратить деньги пациенту на что-то или нет. Вот мы, я как-то всегда очень на это смотрю. Ну, у нас, дело в том, что у нас отделение, которое работает не только с онкологическими больными, у нас есть множество всевозможных нам поступают нам пациенты с лимфоденой по теме неясных этиологии, и в том числе попадается большое количество и саркоидозы, и различных интерстициальных заболеваний. Мы работаем вплотную очень с пульмонологами, поэтому наши эндоскописты, вот в частности Ирина Николаевна Амунтиан, у нас есть такой доктор, который прекрасно владеет всеми этими методиками. Она очень просила, кстати, посмотреть что-то новенькое, и рассказал, что будет эндоскописту выступать. Вот, и, ну, тут действительно, тут зависит, наверное, от патологии, да, то есть, что мы хотим получить, и какую патологию мы хотим верифицировать. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. У нас предоставилась возможность познакомиться с членами нашей команды, команды СПОД, и я хотела бы узнать мнение радиотерапевта совместной работе с специалистами в области эндоскопии Дарья Вячеславовна Чебук, Челябинский областной клинический центр онкологии, ядерно-медицины, город Челябинск. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Ну, как такового мнения, вот тоже вопрос появился. Дело в том, что мы используем в планировании лечения по системе КиберНОЖ установку меток. Возможно ли поставить метку через эндоскоп? Спасибо за вопрос. Не самая лёгкая ситуация, объясню, потому что эта метка должна быть рентген-контрастная. Да, мы рентген-контрастная метка ставим. Да, конечно. Соответственно, это должна быть, например, клипса. Например, да? Что-то рентген-контрастное, что является однородным телом у человека в дыхательных путях, что ему не очень нравится. Поэтому, наверное, чисто теоретически, если какой-то раствор был бы, да, который видно, который рентген-контрастен, ввести его так, чтобы он там держался до того, как процедуру ты делаешь, да, наверное, это было бы удобно. Если учесть, что у нас нет такого в нашем арсенале, то, соответственно, наверное, скорее нет. Но всегда не проблема. У нас часто, например, научевую терапию нас вызывает. Мы ставим просто эндоскоп, он рентген-контрастный. Просто показываешь, на каком уровне всё есть, рентгенолог это видит и, соответственно, проводит свою манипуляцию. Так, чтобы сделать это до процедуры, чтобы не завязывать двух специалистов на один кабинет, наверное, нет. Спасибо большое.